Костекс Костекс, например, сейчас очень многие братья начинают его слушать И даже близкие братья начинают слушать и начинают говорить Да он хороший, вот его все обвиняют Вы все на него начинаете говорить Потому что он как раз таки правду говорит Поэтому на него все вот так ополчились Нет, братья первые откуда знают, что он хороший знает Это говорят знающие, они не знают, как они могут сказать, что он хороший говорит Как они определяют это Это раз Второе, это не значит, что если он говорит против правителя, значит он правду говорит У нас есть шариат Он убежал где-то, помните, сидит, против правителя говорит Это каждый может А если у тебя такой, если он правду говорит, иди лицо скажет, да? А исламе надо лицо сказать Да, если у тебя есть слова на счет против правителя В хадисе пришел, берешь руку правителя Отходишь Делаешь наставление А, наставление Сейчас один скажет из них А как я подойду ему и охрана там Хорошо, разве ты пророк что ли? Пришел правителю сказать это? Твоя миссия это что ли? Не можешь говорить Говори какое-то окружение его Не можешь его окружение Не можешь других толкать тело Что обязательно против правителя надо говорить? Нет И сам знаешь, что когда правители говорят Ученые что говорят? Когда говоришь против ученых Теряешь охрань А когда говоришь против правителя Теряешь дуни Что лучше? Оставить правителя Говорит Давать тело, что люди Не делайте ширик и так далее Это лучше Или оставить их ширик Пусть они умирают так И говорить против правителя Проблему делают Убежать оттуда И идти в Сомалию Или в Афганистан В каком-то пещере И говорить против правителя Это же не ислам Ислам это запрещает нам Все Если твой брат слово есть Иди говори его лицо Не можешь все Другие вещи делать Разве ислам только Пришел что против правителя что ли? Говорит против правителя? Вот неправильное понятие Это что братья говорят Что как будто так выходит Что он говорит правду А мы не говорим правду Так выходит И они Кто против правителя говорит Значит он правду говорит Кто не говорит Значит он неправду говорит Это братья неправильно поняли. Это неправильно поняли. Это раз. Второе. Элементарный сироп пророка Мухаммад не знает. Даже других пророков. В Коране у нас сколько? Там ушел 25 пророков. Ни один против правительства не пошел. Ни один. Ни один против правительства не пошел. Мухаммад говорит, иди в Ферону. Он не хотел идти, как будто Мухаммад до сих пор Ферону ничего не сказал. Аллах говорит, иди. Что ему сказали, когда зайдешь, скажи, эй, кафир, ты так вот. Нет, иди говори с ним вежливо. Говори с ним красиво, вежливо. Может, боязнь придет ему. Может, испугается Аллах. Смотри, кого отправляет. Кому. И как даава делает. Как с ним говорит. Вот это правительный разговор вот так. Но если он не принял, он оставил его. Он пошел людьми заниматься. Ибрагим, алейсалам. Его время было намрут. Но он идет, идолов ломает. Один ему скажет, а что ты делал, иди там правитель, намрут, залим, тагут. Иди его делай. По их понятию, что Ибрагим не прав. Пророки. Их не время были правители ужасы, которых сейчас нет таких. И, может, не будут. Поэтому неправильно поняли братья. Они даже не могут различать, кто правда. Они просто различают, кто красиво говорит, кто против правителя. Говорит, значит, он прав. Кто эмоционально говорит. Эмоционально говорит, кричит, а-а-а. Или плачет. Плачет среди людей. Значит, он прав. Это просто они джахили. Такой подход неправильный. Надо подойти научно. Тогда будет правильно научно подойти те наукам, которые поставили салиф и салих. Все. Если так не подойдешь, ты не поймешь истину. Не узнаешь и все. Вот это, братья, вот так это. Утого. Это,oru. Это. Это. Открывать И斐 Québec Продолжение следует...